МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. На месяц позже в России проходит осенний призыв. Творческий подход в молодежном центре прошла защита социальных проектов конкурса Саров-молодежь. Новые вершины и воспитанницы ДШИ вернулись с наградами с международного конкурса. Далее расскажем обо всем подробно. Осенний призыв в этом году стартовал на месяц позже обычного 1 ноября, но завершиться он должен по традиции к Новому году. Как проходит призыв в Сарове, узнала наша съемочная группа. Осенняя призывная комиссия пройдет в период с 1 ноября по 31 декабря. Согласно указу президента, в России призовут порядка 120 тысяч новобранцев. По Нижегородской области около 1700 человек. В Сарове осеннюю комиссию предстоит пройти 30 молодым людям. Саровчане пойдут служить в основном в подразделениях западного военного округа. Порядка 500 человек будут проходить службу в элитных подразделениях. 10 человек в президентский полк отобраны с области, 150 человек в воздушно-десантные войска, 10 человек в научные роты, в том числе туда отобраны ребята из города Саров. Призывная комиссия состоит из предварительного профотбора и медицинского осмотра. Будущие солдаты проходят терапевта, стоматолога, хирурга, отоларинголога. Если у призывника находят отклонение здоровья, его направляют на дополнительное медицинское обследование в больницу. После всех этапов новобранцы приходят на заседание призывной комиссии, где им выносят вердикт «годен, не годен». Я учусь в Лобачевском, и там есть, ну, для физиков, я учусь на физическом факультете, есть программа подготовки молодых офицеров. Вот, и я изъявил желание обучиться. Я прохожу сейчас медицинскую комиссию, чтобы поступить. То есть проверка здоровья моего после врачебной комиссии мне скажут, поступил я или нет на военную кафедру. Распределять будущих солдат по родам войск будут в соответствии с категорией здоровья. В связи с мобилизацией встает вопрос о том, будут ли призывники участвовать в специальной военной операции. Президент России, наш верховный главнокомандующий, заверил, что ребята, признанные на срочную службу, ни в коем случае не будут связаны с различными локальными конфликтами, не будут находиться в зонах конфликта, ни в коем случае не поедут на специальную военную операцию и в те регионы, которые присоединены к Российской Федерации. В музее ядерного оружия в НИЕФ для новобранцев подготовили праздник осеннего призыва. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 590 тысяч рублей. Таким будет размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году. За второго государство заплатит около 780 тысяч. Такие цифры на совещании по социальным вопросам с президентом озвучил глава Минтруда России Антон Котяков. Индексирует материнский капитал 1 февраля. Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 миллиардов рублей. Кроме того, единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин в среднем составит 13 900 рублей. Министр уточнил, что новое пособие будет предоставляться по принципам социального казначейства, то есть по одному заявлению, поданному в электронном виде. При назначении будет использоваться комплексная оценка нуждаемости. Полицейские проведут прямую телефонную линию для несовершеннолетних и их родителей, права и ответственность, способы правомерной защиты от преступных посягательств. Вопросы на эти и другие темы можно будет задать 16 и 18 ноября, позвонив по номеру 60603 с 15 до 17 часов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Люди с нарушением здоровья получат бесплатный доступ к аудиокнигам, журналам и учебным материалам на сайтах различных библиотек. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Если раньше бесплатный онлайн доступ к материалам на сайтах библиотек имели только люди с нарушением зрения, то теперь льготные категории граждан расширены до 80 позиций, сообщают на сайте Кабмина. Это в том числе люди, перенесшие инсульт, страдающие рассеянным склерозом и болезнью Паркинсона. Три саровских социальных проекта участвуют в грантовом конкурсе «Приют Мордом», «Инклюзивная мастерская», «Живое дерево» и «Кулинарная лаборатория Минишеф». Отдать свой голос за проект можно на портале добрыйбизнес.рф во вкладках «Некоммерческие организации» и «Малое» и «Среднее предпринимательство». Результаты голосования будут объявлены 1 декабря на торжественной церемонии подведения итогов развития социального предпринимательства Нижегородской области. Финальный этап конкурса социальных проектов «Саров молодежь» прошел в молодежном центре. Участники конкурса представили на суд жюри свои идеи по развитию молодежной политики в нашем городе. На защите проектов побывала и наша съемочная группа. «Своим проектом мы поможем создать комьюнити фанатов фэнтези и провести на День молодежи необычную вечеринку». Квест по Гарри Поттеру художественное граффити, волонтерство, обучение молодых мам рукоделию. Самые разные яркие креативные идеи звучали на сцене молодежного центра. Здесь проходила защита проектов ежегодного городского конкурса «Саров молодежь». Ресурсный центр добровольчества представил на суд жюри проект «Школа волонтеров». Немного введет в курс дела о волонтерской деятельности. Также мы в формате форсайз-сессии расскажем о небольших мероприятиях в направлениях. После этого будут практические занятия. Итогом школы будет проведение форум первого волонтерских инициатив, на которые мы поставим проблему, а волонтеры будут ее решать. Студенческий педагогический отряд «Сарфиты» Адастра подготовил проект «Арт-район», в котором граффити будет не актом вандализма, а произведением искусства. Его результатом станет художественная роспись объектов города. «Мы педагогический отряд, то есть мы специализируемся на работе с детьми. И в рамках своей деятельности мы хотели бы провести несколько мастер-классов для школьников, подготовить их в сфере художественного творчества, для того, чтобы в будущем они расписали стену на пересечении Силкина и Академика Харитона в рамках патриотических, каких-то духовных акций». Три минуты выступления и три минуты на вопросы. Регламент был жестким. К подготовке проектов участники подошли серьезно. Многие приняли участие в «Акселераторе, управляя изменениями», где в течение двух недель проходили образовательную программу, тщательно готовили проектную заявку, консультировались с экспертами. «Как правило, по итогам конкурса все инициативы, которые выходят сюда на конкурс, получают свою поддержку. Даже не став победителем, ребята находят помощь, партнеров и всех людей, которые помогают им воплотить свою идею в реальность. Поэтому я надеюсь, что и в этом году будут строганы точно так же». Итоги конкурса подведут на молодежном форуме «Время выбрало нас». Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Депутаты городской думы Иван Ситников и Михаил Савин наградили памятными знаками и почетными грамотами бывших пионерских вожатых и педагогов-ветеранов. Встречу провели в рамках столетия со дня образования СССР и векового юбилея пионерии. Нынешний год богат на знаменательные даты, но самые круглые из них – вековой юбилей пионерии и столетие со дня образования Советского Союза. В связи с этими событиями депутаты городской думы Михаил Савин и Иван Ситников провели встречу с бывшими пионерскими вожатыми и педагогами-ветеранами, на которых вручили им памятные знаки и почетные грамоты. Ваш труд неоценим, то есть очень тяжело понять, где начало, а где конец, потому что то, что вы делали, как вы жили, как вы горели, как вы чувствовали и сколько вы вложили в свою работу, а вы вложили в людей в первую очередь, то есть это все, конечно, заслуживает огромного уважения. Перед собравшимися выступили студенты политехникума и перечислили некоторые вехи из истории отдела народного образования, дворца пионеров и городского комитета комсомола. Теплая встреча завершилась чаепитием, воспоминаниями и неформальным общением. А такое общение самое важное и самое главное в нашей нынешней жизни. Воспитанники Дыши покорили жюри международного конкурса «Артнота», который проходил в Москве. Ксения Павлова стала дипломантом, а Дарья Чернова – лауреатом третьей степени. Подробности далее. На двух международных конкурсах в Нижнем Новгороде и Москве юная вокалистка Дарья Чернова исполнила композицию «Ой, не так далеко», без музыкального сопровождения, а капельно. Сначала такое исполнение давалось ей нелегко, но под руководством педагога Дарьи Кварты все получилось. В Москве жюри присудили саровчанке звание лауреата третьей степени, а в Нижнем Новгороде – второй степени. Я репетировала со своим учителем, с Дарьей Александровной. Она мне объясняла, где нужно, где как петь надо, какие руки как двигать. Второе и третье место – это очень хорошие достаточно места, потому что мне вот бабушка говорила, что если ты третье или второе заняла, что расстраиваться не надо, потому что есть к чему стремиться. В международном конкурсе фестиваля «Открытые страницы» в Нижнем Новгороде на сцене выступили вокальные коллективы и солисты разных возрастных групп. Воспитанницы Дарья Александровна взяли лауреатство первой и второй степени. Самая маленькая вокалистка Арина Немчинова исполнила на конкурсе песню «Белочки». Я ездила на конкурс в Нижний Новгород. Я волновалась, но у меня все получилось. На международном конкурсе «Артнота» участники были из разных стран. Отборочный тур проходил по видеозаписям. Лучшие конкурсанты представляли свои города в финале в столице России. Одним из членов жюри на конкурсе была артистка Московского музыкального театра «Геликон-Опера» Дарья Гусейнова. Вокалистки из Сарова выступили достойно и привезли с собой дипломы лауреатов. Это достойный тоже международный конкурс. Причем действительно приезжали ребята из разных, вообще не то что городов, а стран. И в принципе уровень там очень высокий был. То есть это чисто академическая направленность конкурса. Ни эстрадного вокала, ни народного, ни вообще каких-то вот таких направлений. То есть только чисто академ. Сейчас воспитанница Тетской школы искусств вместе с педагогом готовится к городским концерту и фестивалям. Тёмный, светлый, чистый и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов мёда урожая этого года вы найдете в торговом центре «Галактика». С 10 по 13 ноября там пройдет ярмарка «Медовая феерия». Тёмный гречишный мёд с характерным терпким вкусом. Мягкий, тягучий липовый или кремовый дунниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мёд акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мёд с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта, а дунниковый благотворно влияет на нервную систему. На «Медовой феерии» представлены и достаточно редкие сорта. Среди них – каштановый мёд. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липо – до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречиха выделяет 500-600 килограмм. Дунник – 300-500. Вот так-то. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектарой. Качество мёда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на «Медовой феерии» один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает выбирать мёд по вкусу. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мёд был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, не его мёд. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитёры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для саровчан доступна новая акция. Три килограмма свежего цветочного мёда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма гречишного – за полторы тысячи, а три килограмма липового – за тысячу восемьсот рублей. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 10 по 13 ноября с 10 до 18.00. Нет возможности прийти – доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдёте все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры подогнал «Симон»!